МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Михаил Николаевич. Добрый вечер, уважаемые дмитровчане. Действительно, сейчас завершаются работы по подготовке к началу нового учебного года. Подготовка к новому учебному году охватывает не только задачу капитальных ремонтов. Это комплексная подготовка, это, прежде всего, образование и создание новых классов, первых, пятых, десятых классов. Это обеспечение кадрового потенциала наших учебных заведений. Это обеспеченность наших детей школьными учебниками. И, конечно, в том числе укрепление учебно-материальной базы наших образовательных учреждений. В этом году, вы знаете, что еще весной было разработано постановление администрации нашего района, был создан такой четкий спланированный план подготовки к новому учебному году. Мы работали очень в тесном взаимодействии с ПОЖ-надзором, Роспотребнадзором и другими наблюдающими органами. Поэтому на сегодня практически на 95% подготовка к новому учебному году завершается. Более того, мы первый этап был, мы посмотрели все наши образовательные учреждения в начале июля, и затем уже после 15 августа. Мы надеемся, что благодаря участию нашей администрации в этом году немалые средства были выделены на подготовку. Почти 90 миллионов рублей, включая и средства на решение проблем по антитеррористической деятельности, и ремонты, где-то большие ремонты прошли в таких школах, как Орудиевская, Подьячевская. Там еще у нас несколько дней осталось, чтобы довести эти большие работы. И мы должны завершить. Ну, вы знаете, что у нас 1 сентября, мы надеемся, все будет завершено, и мы обязательно 1 сентября в 12 часов дня у нас будет торжественное открытие нового здания нашей уже теперь основной школы. С 1 по 9 класс сначала берем такой курс. Это нашей 5 школы. И вы знаете, что произошла реставрация старого здания, которое было открыто в 1913 году. Вы знаете, вот работы реставратора завершают. Просто когда смотришь на это старое здание, смотришь, что сделали невозможное. Во-первых, сохранили, что эта школа стала старой, не тронули основной фасад этой школы. А рядом построена школа на 275 учащихся со своим спортивным залом, пищеблоком, актовым залом, компьютерными классами. Уже 1 сентября откроем православный кабинет. Так что вот такое радостное событие. Ну и кроме того, я думаю, что где-то в середине сентября в Яхраме будет открыт новый детский сад на 144 места. Прямо скажу, очень красивый сад, хорошо построенный сад. Сейчас задача стоит ближайшие 2 недели полностью оборудовать это дошкольное учреждение. И храмчане получат прекрасный подарок. У нас не было еще такого интересного проекта детского сада, поэтому Николай Николаевич тут очень постарался. Я просто вот низкий вам поклон. Такая территория прекрасная. Вы знаете, первый и второй этаж как бы группы, традиционный набор помещений. А на третьем этаже все помещения только для дополнительных занятий детей по развитию спорта, культуры, эстетики. Вот такие подарки. Ну и немножечко задерживается строительство школьного нашего дома для учителей дома. Но я думаю, что в конце сентября, начале октября мы еще получим такой подарок от администрации нашего города. Поэтому... На сколько семей там? Да, значит, там 36 квартир, 12 однокомнатных квартир и 24 двухкомнатные квартиры. Поэтому мы сейчас все молодые учителя, которые по нашим запросам приедут после окончания педагогических колледжей и педагогических институтов, мы их разместим временно в жилье, которое нам предоставляет администрация. Спасибо, значит, за это. А потом, по мере того, как будет дом-стан, мы прежде всего дадим жилплощадь этим категориям. Ну, а потом в целом подвигаем нашу очередь среди учителей. Поэтому мы встречаем 2014 год, вот, знаете, в таких очень хороших и благоприятных условиях. И мы знаем, как непросто было все это обеспечить и сделать. То есть акты сдачи приемки школ практически везде? Да, мы подписали. У нас есть вопросы там по трем школам о пожарной безопасности, есть ряд вопросов у Роспотребнадзора. Но это вопросы, которые не являются препятствием для открытия школы. Понятно. Вот то, что проходило коллеги района и обсуждался ход подготовки, то есть это способствовало, чтобы провелиться работа? Вы знаете, вот, ой, какой хороший вопрос вы задали. Вот в решениях коллегии было написано, первое, что нам выделяются средства на установку радиосигнала с пожарной охраной. Были изысканы очень значительные средства, и мы успели, выполняя это требование, к 17 июля установить везде вот эти устройства, стрелец они называются. Кроме того, по этому решению коллеги, значит, нам выделили для 1852 детей из многодетных семей средства. И как только 1 сентября дети придут, мы окончательно сверим все списки наших многодетных семей. Они представят определенный пакет документов. Мы начнем выдачу средств каждому ребенку из многодетной семьи, частичную компенсацию на приобретение школьной и спортивной формы. Эта сумма будет 1500 рублей. Родители принесут подтверждающий документ, что у них есть статус многодетной семьи, принесут нам товарные и кассовые чеки в школы, и социальные педагоги обобщат все эти документы. И по желанию родителей мы либо эти средства перечислим на их карточки банковские, либо даже, возможно, выдадим эти средства наличными. Но необходимо будет сдать четко тот пакет документов, который необходим. Поэтому решение коллеги выполняется, и можно сказать, что оно выполнено. И нас это очень радует. Понятно. Но помимо районной администрации, как главы поселения помогали вам в подготовке? Да, я бы сегодня хотела отметить даже. Вот у нас, знаете, сегодня непростая проблема в летний период решалась. Нам нужно было к минимуму свести обучение детей во вторую смену. И у нас в минувшем учебном году 1144 ребенка учились во вторую смену. Поэтому вот как раз мы сумели за счет Синьковской первой школы, да, там непростое было решение, мы потеснили несколько учреждений дополнительного образования, но мы сделали так, что не допустили второй смены в Синьковской первой школе. Мы сумели перевести детей в одну смену Костинской, основной нашей школы. И вот более чем тысячи было детей, и у нас сейчас осталось 752 только ребенка, которые будут заниматься во вторую смену. И тоже у нас здесь хорошая перспектива. Уже подготовлена строительная площадка для начала строительства пристройки к третьей школе. И вы знаете, да, вот у нас в последние годы мы тоже вложили очень большие средства во все проблемы, связанные с организацией обучения детей в третьей школе. У нас в 2015-2016 году планируются пристройки к внуковской школе, ко второй школе. И это позволит нам в городе вот как бы снять это напряжение. Ну и кроме того, вы понимаете, что введение нового здания к пятой школе тоже снимет проблему второй смены в пятой школе. А в каких школах у нас еще осталось? Осталось у нас в четырех школах. В 10-й четыре класса, во внуковской семь классов, в третьей школе восемь классов, и во второй, если не ошибаюсь, по-моему, тоже пять или шесть классов. Вот только в четырех школах. Поэтому за летний период мы сумели, вот как бы, знаете, при помощи... Вот я хотела отметить главу Сеньковского сельского поселения Николая Васильевича Зубова. Он не только услышал нас и пошел навстречу, но он сумел организовать ремонт в очень короткий срок вот этих четырех классов. Спасибо вам огромное, Николай Васильевич. И, кроме того, Тамара Васильевна Замотаева, глава тоже, наше, значит, Костинского сельского поселения тоже. Да, непростые были решения. Я знаю, что придется там этим главам еще порешать другие проблемы связанные. Но, тем не менее, поэтому огромнейшее спасибо. Хорошо. Так, есть первый звонок, давайте им ответим. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, вас беспокоят педагоги города Яхрома. 24 июля мы проходили метаосмотр в Яхромской средней школе номер один. Значит, пришли туда все детские сады, все школы и все школы-интернаты. Пришли всем, назначили время к 9 часам. Вы, наверное, себе представляете, сколько народу там было. Со всего города. Назначили всем в одно и то же время, в 9 часов. Татьяна Васильевна Кашкашина была молодец. Но дело в том, что вот это столпотворение выводило просто из себя. Кому-то делалось плохо, кто-то начал ругаться. Просто было что-то невыносимое, как ледовое побоище. В связи с этим у нас вопрос, кто так неудачно организовал наш метаосмотр и будет ли такое продолжаться еще в дальнейшем. Спасибо. Спасибо за звонок. Значит, метаосмотр в этом году выделены существенные средства для проведения метаосмотра. Когда практически у нас многие года рождения наших сотрудников вошли, честно скажу, никто не доложил об этой проблеме. Я думаю, что повторения подобной ситуации больше не будет. Я возьму под личный контроль проведения метаосмотров. Действительно, там по часу на каждое учебное заведение можно было разбить, и не было бы столпотворения. Мы разберемся со всей этой ситуацией и поправим ее обязательно. Хорошо. Татьяна Юрьевна, вот грядут ли какие, может быть, изменения в учебном процессе в этом году? Может быть, какие-то новые программы будут внедряться? Да, изменения грядут. Вы знаете, я не припомню на протяжении последних 15-20 лет, чтобы мы в образовании, начиная новый учебный год, не сталкивались о том, что у нас впереди все инновационные процессы, реформируем, модернизируем, поэтому изменения будут. Поэтому очень кратко. Вы понимаете, что это большой очень вопрос. Значит, прежде всего, значительные такие, я бы сказала, системные изменения такого концептуального характера предстоят и в дошкольном образовании. Мы уже говорили о том, что закон об образовании 2013 года, он делает дошкольное образование первой ступенью общеобразования. Поэтому мы уже не просто будем проводить какие-то занятия с детьми. Эти занятия будут подчинены определенным программам, определенной методике, дидактике обучения детей. К чести нашего Министерства образования Московской области выделено более 7 миллионов рублей. И мы до конца этого финансового года должны приобрести для каждого детского сада, там, могу ошибиться, где-то около полутора тысяч на каждого ребенка выделяется, по-моему, 1850 рублей. И в каждой группе должен быть набор вот этих дидактических средств, при помощи которых будут реализовываться вот эти новые образовательные программы в дошкольной организации. Поэтому мы сейчас занимаемся переподготовкой кадров воспитателей, показываем им вот эти все новые методические приемы, просто выбираем программы, там есть достаточно много альтернативных программ. То есть все-таки задача будет дошкольного образования, не только присмотр и уход детей, да, организация здоровоизберегающих технологий и так далее, но обучение детей, воспитание детей в детском саду приобретет вот такой планомерный, педагогически обоснованный подход. И это, конечно, потребует определенной перестройки и таких новых подходов в работе. Я понимаю, что очень злободневный вопрос о комплектовании наших детских садов, поэтому очень кратко скажу. Значит, мы уже выдали по территории Дмитровского района путевок выдали. Значит, у нас 1 сентября детские сады будут посещать 7 716 детей. Мы практически приняли всех детей от 3 до 7 лет. Сколько осталось детей, рожденных в 2011 году, которым вот как бы уже исполнилось 3 года. У нас по Дмитровскому району осталось таких детей 178, по городу Дмитрову 150. Пользуясь возможностью, обращаюсь к вам, уважаемые родители. Мы некоторых родителей не можем разыскать ни по адресам, ни по телефонам, потому что вот как раз эту категорию мы должны сейчас обеспечить. Указы приема. Вот их, вы понимаете, 328, потому что если только они у нас до 1 сентября не приходят, от 3 до 7 лет, тогда мы тоже за счет уже детей, которому 2,8, 2,5, даже с 2 лет, можно сказать, там, где остро нуждающиеся, мы выдаем путевочки. Поэтому мы, закрывая 2011 год, мы уже в этом году выдали значительное количество путевок и детей, которые были рождены в 2012 году, потому что нам развести нужно эти большие потоки. И вот у нас должно остаться на 1 сентября детей, рожденных в 2012 году 1231 ребенок, в 2013 году у нас увеличение рождаемости 1964 ребенка, и уже детей, рожденных в 2014 году, стало на очередь 574 ребенка. Поэтому еще раз говорю, вот вчера, во вторник был приемный день, очень много было людей, вот как бы все объясняем, объясняем. Во-первых, у нас вся очередь единая. Встаете ли вы через сайт госуслуг, встаете ли вы через наш информационный центр, приходите ли к нам в управление образованием, и потом, исполняя указ президента, мы из общей очереди, но по очереди выбираем льготные категории, те родители, которые имеют льготы, и эта льгота дает право их ребенку получить, значит, вне очереди, но очередь единая. Конечно, нам очень трудно, у нас каждый месяц примерно от 100 до 150 детей встает на очередь, а бывает и разное. Я вот резюмирую эту мысль. Значит, мы близки к выполнению указа президента. Более того, введение детского сада в Яхраме очень существенно снимет ситуацию в Яхраме. Более того, там уже заложили и новый сад, еще один в Яхраме, на 240 мест, и начнется строительство его. В Дмитрове мы надеемся, что все-таки в октябре, в ноябре мы обязательно получим новый сад на Фрейзерном, на 240 мест, и кроме того, уже профинансировано и будет начато строительство детского сада в поселке Некрасовский, на Космонавтах и в Яхраме, вот я уже сказала, вот эти три сада. Поэтому я думаю, что вот такой очень сложный такой социальный вопрос, он в Дмитровском районе к 1 января 2016 года вот такую же остроту иметь не будет. И мы так потихонечку будем со всем этим разбираться. Если еще не увеличится рождаемость. Нет, ну рождаемость пусть увеличивается, как же без этого. Это очень хорошая тенденция развития нашего общества. Но я думаю, что получив такое, вот мы получим почти тысячу мест. Это уже будет полегче, уже будет полегче. Хорошо, так есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло, добрый день. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, меня зовут Николай, у меня такой вопрос. У меня, значит, двое детей, один ходит в сад, другой в школу. Вот два таких вопроса. Могут ли осуществляться сборы на ремонт детского сада? А также имеют ли право требовать деньги на сдачу охраны школы? Спасибо. Да, вопросы достаточно слободневные, кратко отвечу на них. Значит, наши учреждения образовательные все являются автономными учреждениями. И в их уставах прописана возможность принимать пожертвования на добровольной основе от родителей, от спонсоров и различных структур. Но вот эти взносы на осуществление дополнительных образовательных услуг, на укрепление учебно-материальной базы, капитальных ремонтов, они носят исключительно добровольный характер со стороны родителей. Только добровольный характер. И кроме того, вся эта система вот этого пожертвования, она оформляется исключительно через банковские системы. Никто не имеет права собирать никаких наличных средств. Поэтому, если у вас есть возможность, желание, пожалуйста, нет, значит, тогда все, разговор закончен. Никто на вас давление оказывать не может. И если бы вы сейчас назвали, в какой сад и школу ходят ваши дети, мне даже было бы легче поправить, значит, там представителей педагогического коллектива. Все, что касается охраны наших учреждений, пока мы за счет муниципального бюджета выделяем средства на физическую охрану наших охранных предприятий, имеющих лицензию, только учреждения с круглосуточным пребыванием. Это наши интернаты и два детских сада, у которых есть круглосуточные группы. Значит, все, что касается системы другой, пока, к сожалению, этих средств нет. Но, как бы, все-таки проблема существует охраны наших учреждений. В ночное время у нас есть сторожа, и они есть у нас во всех учреждениях. Сторожа, которые в ночное время отвечают за сохранность нашего муниципального имущества. Чем вызвано вот такое развитие наших охранных предприятий в течение там где-то дня круглосуточно? Все-таки мы, я думаю, делаем правильно, когда решая проблемы безопасности жизни детей, опасности каких-то террористических действий. И все-таки значительная часть наших родителей, понимая вот обходимость и актуальность этой проблемы, они тоже жертвуют деньги на организацию такой охраны. Но, повторюсь, это тоже на принцип добровольности непременно нужно соблюдать. Поэтому, вот вы решите вашей семье, можете вы потратить эти средства или нет такой возможности. Но, вот, основная масса родителей, они все-таки как-то понимают эту ситуацию. И пока не хватает вот этих бюджетных средств, мы как-то вот работаем с родителями. Ну, в принципе, правильно, люди же работают, они должны получать зарплату, правильно? То есть, школа не может содержать охрану со мной по себе, в штате не заложено, правильно? Нет, у нас охрана сторожей заложена в штатах, и она финансируется. Речь идет о том, что, конечно, рано или поздно разные уровни бюджетов должны понять, что это должно финансироваться в том числе и за счет бюджетов охраны наших учреждений. Но она нужна. Я думаю, что вот поэтому нас и поддерживает большинство родителей, которые понимают... Да, потому что это люди, которые сидят на входе, контролируют, у них есть прямая связь, тревожная кнопка, да? Да, мы уже значительно оборудовали нашу школу. Вот в этом году мы потратили из муниципального бюджета более 18 миллионов рублей. Мы практически закончили ограждение наших общеобразовательных школ, поставили ограждение соответствующие стандартам. Я думаю, что на следующий год закончим и заменим все несоответствующие ограждения наших дошкольных учреждений, устанавливаем видеонаблюдение. Сейчас выведено средство на установку освещения. Конечно, может быть, в полном объеме вот так и сразу все не получается, но у нас есть свои планы и в образовании, и при нашей администрации в отделе Валерия Павловича Лазовского. Мы совместно решаем эти вопросы. За последние годы сделано очень много по этому вопросу и страчено существенное, потрачено средство. Так, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот к вам два вопроса. Весной вам был задан вопрос о каникулах, и вы отметили, что к 1 сентября все сроки каникулы утверждены управлением образования. Вот хотелось бы, чтобы вы подтвердили свое утверждение и выступили в прямом эфире в середине сентября. Лично озвучили графики каникул по школам. И второй вопрос. Еще раз объясните, на каких основаниях воскресенье перед каникулами считается каникулярным днем? Ведь по новым постановлениям каникулы должны считаться с понедельника. Спасибо. Так, значит, первый вопрос действительно вот сегодня обсуждали. Мы 15-го на совещании директоров, вот 15 августа специально поставили этот вопрос. Как бы легче, знаете, издать приказ и сказать, вот все работают по четвертям и полугодиям. Но такого уже единобразия не может быть. Вот 8 школ в Дмитровском районе будут продолжать работать по триместрам. Остальные все будут школы работать по полугодиям и по четвертям. Значит, мы сегодня окончательно согласовали все эти планы. И у нас будет единый режим работы для школ по триместрам, по полугодиям и по четвертям. Все, что касается каникулярных дней. Я понимаю, что мы очень традиционно привыкли к тому, что у нас каникулы начинались с понедельника и воскресеньем заканчивались. То есть, как бы вот недели или прочее. Значит, у нас по-прежнему в законе об образовании написано, что в течение учебного года каждый ребенок должен получить 30 календарных каникулярных дней. Поэтому здесь и управление образованием, я подтверждаю свое заявление, и в школах будут составлены режимы работы для 8 школ по триместрам и по полугодиям и по четвертям. Но они будут соответствовать тому, что с 1 сентября по конец мая, он всегда у нас разный бывает этот день, 30 календарных каникулярных дней будут обязательно соблюдены. — Не меньше или может быть больше? — Не меньше, не меньше. — Может быть больше? — 30 дней. Не больше, не меньше, 30 дней. — Ровно 30 дней, да? — Да. — А уже это опять-таки школа решает? — Нет, мы в этом году решили так. Потому что, ну это же родители не случайно задают этот вопрос, проблема существует, и как-то надо ее более внятно решать, чтобы было всем понятно. Поэтому я думаю, что в этом году у нас не будет вот все по-разному. Ну, уже повторила вот эту мысль, она как бы понятна. — Ну то есть в ближайшем, как только графику установят, может быть мы с вами через интервью... — Мы опубликуем это, попросим Романа Александровича опубликовать всю эту информацию. — Так, еще звонок есть, слушаем вас, говорите. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня вопрос по поводу учителя 6-го Б-класса Лабзиной Зинаиды Ивановны во второй школе. И эта дама очень некорректно ведет себя на уроках с детьми, как бы занимается оскорблениями, обзывательствами. Мало того, прет на родительских собраниях, клевещет на родителей, и директор школы ничего сделать с ней не может, говоря, что она очень мстительная и как бы будет мстить детям. После чего вот было сделано ей высказывание там какое-то, и все на этом закончилось. Вот что можно сделать с этим человеком? — Понятно, просьба. Единственное, что вы сейчас в эфире можете называть свою фамилию, а нашему оператору, после кого, как Юра начнет отвечать, оставьте фамилию, да, Татьяна? — Вот новый учебный год, начинаем опять с такого большого негатива. Во-первых, не надо было терпеть, надо было давно прийти или в управление образования, лично ко мне. Вот, фамилию записала, школу записала, класс, обязательно встречу с учительницей, с руководством школы. И если есть желание у родителей, вот, значит, мы вас выслушали, потом выслушаем учительницу, других родителей, и вас послушаем, руководство школы, ну и посмотрим, в чем здесь проблема. — Хорошо. Татьяна Ивановна, а вот вообще на сколько остров стоит вопрос, вот кадр вопрос, сколько вообще вот молодых педагогов в этом году вольется в вашу дружную семью? — Мы понимаем о том, что у нас к концу учебного года, и согласно, вот у нас, например, в этом году увеличилось количество первых классов. У нас уже на 1 августа будет 86 классов, на 7 классов больше, и 1865 детей. У нас на 350 человек, это вот разделите на 25, на 15, там, где город и село, увеличился контингент детей с 5 по 9 класс. Поэтому, понятно, количество классов увеличивается, дети, и это порождает вот эту сложную кадровую проблему. Мы сделали, немало предприняли усилий. Мы посетили все педагогические училища Московской области, тесно работаем с Орехово-Зуя, с МГОУ. Лично выезжали в другие территории Тверской области, там нам собирали всех выпускников и чуть пораньше и нынешнего года. Значит, мы думаем, что человек 40-45 в этом году к нам приедут выпускников этого года, и те люди, которых мы привлекаем из других территорий России под нашу жилплощадь. Ну вот, например, мы уже приняли где-то около 20 педагогов с Украины. Вот, поэтому какую-то вот в этом году такую мы большую подвижку сделали в решении кадрового вопроса. Ну, вы понимаете, за счет чего? За счет того, что администрация нашего района выделила нам этот дом строим, это общежитие. А зарплата, она, в общем-то, хорошая зарплата. — Понятно. А врачей каких предметов не хватает больше всего? — Ну вот острота начальная школа — это первое. Это у нас с вами учителя технологии, особенно мальчиков, столярное и слесарное дело. Это информатика, русский язык, математика. Я даже бы, знаете, сказала, вот и ведущие предметы — начальная школа, русский, математика, технология, физкультура. Очень большая подробность. — Ну, а сколько, примерно, выпускников этого года пойдут в педагогические училища, университеты? — Пока еще такой информации нет. Сколько наших выпускников пошли. — А вы целевое направление не делаете? — Да, мы делаем целевое направление. У нас сейчас около 150 сотрудников дошкольных учреждений учатся в разных формах в колледжах и педучилищах, и в институтах. Мы сумели договориться с нашим ГОУ, что они принимали их не на основе ЕГЭ, а классические. Кроме того, часть педагогов учится дистанционно. Это тоже такая хорошая форма, но более оптимальная. Поэтому, ну что, вот не хватает пока учителей. Вы знаете, вот даже и поправились вопросы вроде заработной платы. И вот жилье в Дмитровском районе выделяют. А вот просто нет специалистов подготовленных. Я считаю, что самая глубинная проблема лежит в том, что в последние годы был слишком мал набор в эти педагогические учебные заведения. Их просто физических нет учителей с образованием. — Ну, в какой-то момент, может быть, престиж профессии несколько снизился. — Вот я хочу так, вот хорошо меня на мысль натолкнули. Вот мы уже сейчас получили официальные документы, что в 2015 году количество студентов, которые будут приняты на гуманитарные факультеты, это юристы, это у нас там разные категории, будет значительно сокращен. И будет увеличен прием на бюджетные места в те вузы, которые готовят инженеров, техников, специалистов для промышленности, экономики, сельского хозяйства. Поэтому наша задача будет уже с 1 сентября сказать всем нашим старшеклассникам прежде всего, что вот как бы парадигма поступления в высшие учебные заведения, она меняется. Сегодня в стране уже нужны другие специалисты в других объемах, в том числе и педагогические. Поэтому, уважаемые мои родители, уважаемые мои выпускники, работать с педагогом интересно, увлекательно, есть все условия учиться, вернуться в наши школы, получать достойную работу и быть уверенным, что в том числе решаться будет и жилищная проблема, и другие социальные проблемы наших учителей. Вот вопрос у нас есть от учительницы Татьяны. При заключении трудового договора с администрацией, школой как работодателем и социальным гарантом заработной платы на собрание трудового коллектива обговаривались условия подписания трудового договора. Порядок внесения изменений в него по взаимному согласию сторон. Но ничего этого не произошло. Администрация пошла по своему пути. Юрист отметил этот договор как юридически неграмотный, требующий внесения более расширенных обязанностей и прав в каждой стороне, в том числе и профсоюзной организации. Можно ли его считать законом, если в нем не обговорится даже объем учебной нагрузки и обязанностей работодателей представлять этот объем? Хороший вопрос, тоже актуальный вопрос. Мы с 1 апреля 2014 года всех руководителей наших образовательных организаций перевели на так называемый эффективный контракт. Действительно, трудовой договор заключается в момент приема работника, работодателем на работу, а затем по новым требованиям мы должны разработать для каждого работника вот эту систему эффективности контракта и затем не только на начало учебного года, но практически как только меняется учебная нагрузка, меняется заработная плата, меняются какие-либо другие условия, работодатель обязан составить дополнительное соглашение к этому трудовому договору, ознакомить работника с этим дополнительным соглашением. Он должен подписать, есть или нет у него какие-то вопросы, что он ознакомлен. И тогда к этому трудовому договору подкладываются все эти дополнительные соглашения, и это как бы действительно социальная защищенность нашего работника. Все, что касается учебной нагрузки. У нас уже в январе-феврале текущего учебного года каждый учитель должен быть ознакомлен, тоже под роспись с предварительной нагрузкой на новый учебный год. Окончательно учебная нагрузка формируется на 1 сентября текущего года. Так бывают проблемы. Значит, у кого больше, у кого меньше. У нас есть один принцип соблюдения преемственности в обучении детей. Педагоги понимают, о чем я говорю, и все, я думаю, так понимают, о чем говорю. Вот поэтому мы сегодня ставим задачу, чтобы с 1 сентября 2014 года каждый у нас руководитель образовательного учреждения ознакомился с этими новыми подходами в заключении трудового договора системы дополнительных соглашений. Все должно быть согласовано, утверждено, и никаких разногласий между работодателем и сотрудником не должно быть. Правильно. Вот тоже не указали учреждение. А почему? Чего боитесь? Мы выйдем в ваше учреждение, конкретно посмотрим, вам объясним, руководителю подскажем. Если надо кого-то, и поправим, и научим. Это вот такие рабочие вопросы, и здесь ничего такого... Стесняться не надо, да? Наоборот, что-то увидим, может быть, какие-то риски, типичные ошибки, других удерживаем от этого. Здесь ничего скрывать не надо. Вы можете прийти ко мне во вторник на прием, конкретно, и все разберемся. Это новый такой подход, и нужно какое-то время, чтобы все это ознакомились и понимали, что все это серьезно, и действительно все это проверяется. — Вот вопрос еще от Николая. Фамилии нет, к сожалению. Татьяна Юрьевна, в связи с чем на должность заведующей детским садом номер 40 поселок Деденево был принят человек-приезжий с Украины, который пытается установить там свои правила и сбор денег с родителей на ремонт и многое другое? Почему нельзя было взять человека из коллектива на эту должность? — Ох, какие мы! Ох, какие мы! С 40-му саду, который находится в Деденево, ну вот прямо венюс и каюсь, на протяжении нескольких лет не очень везет с заведующими. Последняя заведующая подала заявление еще в начале лета и как бы вот и приняла решение уйти. — Да, приехал человек с Украины, и когда она пришла к нам, представила свою трудовую книжку, свои документы, и знаете, что подкупила? Ее детский сад был признан лучшим учреждением Украины. Серьезный человек с прекрасными профессиональными навыками. А потом, знаете, в Деденево, как только решается вопрос о руководителях, никто местные не хотят. Мы без конца туда, то Дмитровских, то Яхромских на этот детский сад и прочее. Пришел достойный человек, никакие средства она не собирает, она работает несколько дней. Но она большая умница, профессиональная, и мы посмотрим, как она работает. Я думаю, что ее 3-4 рабочих дня не дают еще оснований ни ее оценивать, ни ее подхода. Поэтому давайте все-таки как-то немножечко так посторожнее и более внятно. А у нас, извините, Михаил Николаевич, да, у нас большая сеть, 102 учреждения. У нас возникают вакансии на руководящие должности. Вы знаете, вот не буду называть школу, потому что еще как бы все решаем. Я вот вчера собрала все руководство одной из городской школы, всех заместителей директора, всех, и сказала, вот коллега ваш уходит. Так, кто готов возглавить учреждения? Молчат. Так, вы никто не хотите. Кто из вашего коллектива? У нас таких нет. И мы, конечно, ищем людей. И по какому критерию? По образованию, по стажу, по деловым качествам, по человеческим качествам, как можно работать. Поэтому, вот, знаете, мы всегда готовы рассмотреть людей, которые хотят работать. Приходите и говорите, вы знаете, я бы мог работать. Мы посмотрим, соответствуйте вы предъявляемым требованиям. Ну, проще всего осуждать и говорить, что да. А потом, вы знаете, ну, вот тут мне кажется, что вообще тут какой-то такой элемент чего-то очень тревожного. Человек отработал несколько дней. Да, и мы посмотрим. Так, есть звонок прямой. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, хотелось бы задать такой вопрос. Очень обещали открыть детские сады, очень много. Но сейчас набор большой в детские сады. И группы, которые не оборудованы ни спальнями, ничем, очень большой набор. Получается по 27, по 26 детей. А места там очень мало. Сами знаете, сами ездили и по Яхронским детским садам, и по Дмитровским. Почему такое большое количество, и почему не открываются все-таки детские сады, которые обещались открыть? Я здесь с вами не совсем соглашусь. Наверное, вы поздновато подключились. Да, наверное, вы поздновато подключились. Почему? Мы в 2013 году открыли два больших сада. В Подосинках на 220 мест. На Внуковской. На Внуковской открыли садик. И сегодня у нас туда 140 человек ходит. Понимаете, да, раньше были другие нормы наполняемости. Но сегодня даже в условиях всей страны поправлены несколько нормы СанПИНа. И когда мы берем ребятишек, да, можем вот есть такие группы. Но мы это берем не от того, что нам вот кого-то очень хочется уплотнить, а от того, что очередь большая. Вот сегодня, если взять только детей с рождения 2012 по 2014 год, их на очередь стоит 4374 ребенка. И поэтому, когда приходят родители и говорят, вот, матери-одиночки, значит, люди там из многодетных семей, они очень значительные составляют. Конечно, мы тогда стоим перед выбором, да, вот, необходимости решения этой проблемы. Понятно. Но самое интересное, что, Татьяна Юрьевна, я больше чем уверен, что 27 человек, такого не бывает никогда. То есть дети постоянно болеют. Ну, нет, Михаил Николаевич, не соглашусь с вами. Дети болеют. У нас есть такие детские сады, я должна об этом сказать, где заболеваемость очень низкая детей. Есть. Вы знаете, да, да, вот, может быть, как раз, да, из этого детского сада родительницы звонят. Есть. Но, с другой стороны, где-то и соглашусь с вами, есть, когда у нас люди получают путевку в детский сад, мы потом их ищем в течение сентября-коктября. Так вы приходите или нет, или мы даем другому? Кто-то у нас в отпуска ездит, кто-то у нас зимой, особенно многодетные, вот, не обижайтесь, но скажу все как есть. Вот там ребенок 3 годика, 5 лет, и, я не знаю, там, может быть, 7 лет, и мама не ведет ни второго, ни третьего, да, зимой. Они у меня спят. Но вы почему в сад-то не ходите? Вот места-то получили, да, может быть, из одной семьи даже 2 места или 3 места. Поэтому, как бы, вот, с одной стороны, я должна с вами согласиться, конечно, большое количество детей в группе создают свои проблемы, свои трудности, и отрицать этого факта было бы просто несерьезно. А с другой стороны, ну, вот такой период, надо немножко потерпеть, большая очередь, большая потребность. Все хотят уже отдать ребенка, ну, вот, 2 года это точно уже, вот это вот начинается движение, выйти на работу и все прочее. Поэтому спальня у нас, да, есть детские сады, особенно в городе, в старых детских садах, где у нас совмещенная игровая и спальня. Но вы знаете, вот, придешь в детский сад, ну, иногда там, конечно, разное бывает, но так я вижу, что воспитатели, помощники, младшие, служащие персоналы, вообще-то мы так заботимся о ваших детях, мы заботимся о ваших детях. И даже в этих сложных условиях и образовываем детей, и воспитываем, и играем, и создаем условия. И, вы знаете, сейчас место в детском саду, вот, строительство, капремонт и оборудование, место в детском саду одно, это примерно миллион триста тысяч. Понятно. Нет, ну, тем, кому не нравится, есть частные детские садики, пожалуйста, там все условия. Нет, ну, давайте уж так вот прям не будем говорить. Не, ну, как есть. Да, да, у нас сейчас тоже три частных детских сада. Это Лисенок у нас в пригороде, значит, Лотос на Большевицкой, и Школа Позитив, она в Никулинском у нас и в Мечте. Да, часть родителей ходит туда, но, правда, вот сейчас они что-то все ко мне зачастили, все, какие-то проблемы, задачи. Ну, подошла очередь, пожалуйста, идите в муниципальный садик. Я бы хотела, вы знаете, как, здесь никого не обижая, сказать, иногда вот такая ситуация складывается, что все идеально не может быть. Но все-таки главное, есть условия принять 26-27 детей в группу. Значит, мы идем на это, чтобы снять социальное напряжение в нашем обществе. Мы видим, как вы хотите, чтобы ваши дети ходили в наши муниципальные дошкольные учреждения. И мы очень вам за это благодарны. Ну, а где-то какие-то вопросы надо немножечко потерпеть. Ну, пусть такому же ребенок прибугает к коллективу, да? Ой, а они все говорят, когда приходят, хотим в сад, ну, может быть, там пойдешь. Нет, хочу, чтобы ребенок был в социуме, чтобы он общался с другими детьми и все прочее. И мы здесь вам идем же на встречу. Ну, когда ребенок действительно лучше развивается. А ребятишки у нас в садах развиваются хорошо. Очень хорошие у нас дети, условия хорошие. Так, есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Здравствуйте. Это вас беспокоит город Дмитров, район ДЖПС. Вы знаете, у нас район растет все больше и больше, а школа у нас маленькая. Скоро, наверное, будет некуда. Наверное, будет четвертую смену. Дети хотят учиться. Какая-нибудь постройка будет школьная? В нашем районе или нет? Ожидается? ДСФС? Да, ДДФС. Вы, наверное, давно не были около школы. Значит, прежде всего, хочу еще раз напомнить всем жителям ДСФС, которые бывают около школы или вот немножечко еще не дошли. Мы за последние годы отремонтировали основное здание. Первый этаж, фасад. В этом году крышу отремонтировали основного здания. В прошлом году построили переход между столовой и основным зданием. И сейчас уже там ограждено помещение между основным зданием и начальной школой, которую мы тоже полностью отремонтировали. И вот там между этими двумя зданиями уже сделана привязка пристройки, которую начнем строить. Вот сейчас все подберем к началу 1 сентября, и там будет пристройка на 275 мест. Никакой ни третьей, ни четвертой смены у нас там не ожидается. Пока у нас только, могу ошибиться, 6 или 7 классов во вторую смену в третьей школе. Поэтому проблема с пристройкой на ДСФС решается. И еще раз говорю, и в самое ближайшее время, месяц-полтора, рядом же со школой будет открыт детский сад на 240 мест. Поэтому жители ДСФС, мы заботимся о ваших детях, и в последние годы сделали очень многое. Ну и в перспективе там строительство школы тоже подосмотрено. Да, она не на Фрейсердом, она там в пятом микрорайоне туда. Вот, конечно, сейчас еще окончательных вопросов, но тем не менее, мы во все стучимся двери, чтобы все-таки сделать, возможно, в ближайшие годы строительство большой школы на тысячу мест в микрорайоне, в пятом микрорайоне. Еще вопрос по интернету от Марина Иванова. Вопрос о внедрочной деятельности младших классов. Я знаю, что она не обязательно, почему директора школы заставляют ею заниматься. Дети устают. Значит, здесь должен быть найден такой оптимальный вариант. Вторая половина дня внеурочная деятельность в начальной школе, она была введена и профинансирована с целью того, чтобы ребенок во второй половине дня имел возможность пойти на любимый кружок, на любимую секцию, какое-то занятие. Но если вы считаете, что ваш ребенок действительно устает, или ваш ребенок ходит в музыкальную школу, в спортивные наши школы, в другие центры дополнительного образования, пожалуйста, согласуйте этот вопрос с классным руководителем, с директором школы, чтобы мы знали, вот вы не можете воспользоваться системой дополнительного образования, внеурочной деятельностью, но ваш ребенок получает все-таки эти дополнительные услуги, он занят и прочее. Это актуальный вопрос. Вот, вроде бы, руководствовались благими намерениями, и как бы все говорили, вот так как хорошо, что ребенок после уроков остается, и в школе у него есть возможность заняться любимым занятием. Ну вот, все по-разному, дети разные, семейные условия разные. Значит, здесь однозначного ответа нет, я думаю, что вы меня услышали, что можно найти компромиссное решение. — Вопрос от телезрительницы Белозубовой. Уважаемая Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, существует ли в Дмитриеве организация, которая защищает права педагогов с точки зрения всех законов трудового, защиты прав потребителей, предоставления работы по диплому, конституции, защиты прав голоса и так далее? Если нет, то почему? — Я думаю, что вся система муниципальной власти направлена на то, чтобы защищать интересы каждого работника, в том числе и педагогов. Мы в Управлении образования разбираем каждую ситуацию, готовы защищать ваши интересы. А что касается общественной организации, у нас во всех наших образовательных организациях есть такая самая массовая, мне кажется, авторитетная, это наши профсоюзные комитеты. Вот поэтому у нас есть Гарком профсоюзов, вот там работают очень ответственные люди, Марина Владимировна и другие, поэтому если вы видите, что ваши в чем-то интересы ущемляются, пожалуйста, мы с Мариной Владимировной с вами сядем, выслушаем, рассмотрим и обязательно вам поможем. Обязательно. — Вопрос от излица Оксаны. В школе номер 2 ввели кадетские классы, кадетская форма стоит 6 тысяч рублей. Почему родители оплачивают сами, разве она не закупает за счет бюджета? — Значит, тут ответ будет такой. Значит, мы берем на себя обязательства бюджетные, и мы кормим детей кадетских классов с завтраком и обедом. Но поскольку у нас сейчас очень растет кадетское движение, мы будем выходить на уточнение бюджета в октябре этого года и будем просить увеличить финансирование, в том числе для организации питания наших кадетских классов. Мы этих ребятишек, вы знаете, у нас уже много этих кадетских классов, более 400 человек кадетских классов, мы вот их организуем им питание. Я думаю, что здесь вот это хорошая такая наша традиция. Все, что касается формы кадетской. Ну вот, когда я работала директором Деденевской школы, мне помогал Московский военный округ. Они мне привозили форму, и мы, так сказать, вот как бы дарили детям эту форму. Ну, родители покупали каждодневную форму вот эту, значит. У нас нет сейчас в бюджете средств на закупку формы кадетской. Все-таки давайте, Людмила Владимировна, слышите или нет, передайте коллеге. Значит, как-то, может быть, частично компенсировать, в том числе вот из-за тех средств, которые у нас будут. Ну, а если ребенок пришел в кадетский класс, мы дадим ведь в этом классе особый учебный план. Вот, ну, может быть, где-то там и потратиться можно. Ну, наверное, Людмила Владимировна, может быть, и спонсоров привлечь. Ну, вот. Ну, короче, в бюджете эти средства не предусмотрены. Ответ такой, правильно? Ну, я хотела вот так ответить на этот вопрос, чтобы понятно, что вот хотим, чтобы ребенок был кадетом. Ну, какие-то затраты, может быть, тоже должна быть семья. Вот мы будем их все кормить. То есть, если я хочу, чтобы ребенок мой занимался в музыкальной школе, я же плачу деньги, правильно, за то, что он занимался? Ну, здесь тоже в кадетский класс не школа записывает ребенка. Это решение, конечно, самого нашего обучающегося, и это решение семьи. Здесь тоже принцип добровольности должен быть обязательно. А еще вопрос от Елены Рахматной. Я многодетная мама, младшей дочери два года. Смогу ли я в этом году получить путевку в кадетский сад, если по общей очереди 43-46? Ну, если так, по чисто формальным признакам пояснять, как бы надо подождать еще немножко. Вы многодетная мама, надо посмотреть, когда встали вы на очередь. Вот, пожалуйста, во вторник, во второй половине дня приходите на прием с документами. То, что у вас есть статус многодетной семьи, с документами, свидетельство о рождении ребенка. Посмотрим конкретно. Не обещаю ничего, но просто готовы разобраться со всей этой ситуацией. Татьяна, ну, завтра в 10-й школе проведет традиционную педагогическую конференцию. Какие вопросы с коллегами будет предстоит обсудить? Мы очень внимательно, осознанно готовимся к августовской конференции. Это очень важное для нас. Вот я даже взяла доклад сюда, он уже готов. Значит, у нас тема будет такая, августовская конференция. Результаты и перспективы инновационной деятельности. Основные векторы изменений в условиях реализации государственной политики в сфере образования нашей системы образования Дмитского муниципального района. Ну, прежде всего, мы скажем, над какими проблемами мы работаем, исходя из указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, мы проанализируем очень тщательно все итоги успеваемости переводных классов, мы проанализируем все итоги итоговой государственной аттестации, рассмотрим всю систему организации, воспитательной работы, дополнительного образования и поставим новые задачи. Единственное, позвольте, чтобы мне немножечко похвалиться. Вчера мы получили все показатели областные сдачи МГИА, ЕГЭ, и мы завтра, ну так вот, немножечко похвалим наши педагогические коллективы, отдельных учителей. У нас результаты ЕГЭ в этом году хорошие. — То есть предварительные результаты немножко напугали, а по итогу получилось все хорошо. — У нас все-таки от 90 до 100 баллов сдали 37 человек детей, у нас есть стопальники, у нас вот есть такой средний балл по предмету, и мы по многим предметам высшее областного, поэтому завтра мы назовем лучшие школы, завтра мы назовем лучших учителей, будут вручены благодарственные письма главы лучшим учителям, лучшим педагогическим коллективам. Ну и, конечно, мы отнесемся к своей работе критично, розовых, никаких зеленых очков нет. Вот мы назовем все наши проблемы, недостатки, вот, и будем начинать учебный год, решать действительно инновационные проблемы. И можно немножко еще прорекламировать. Мы 10 сентября в парке «Экстрим» проводим, первую такую традицию хотим заложить, мы проводим социальный форум всех учреждений образования. Вот как раз мы и раскрываем тему инноваций в системе образования Дмитровского района. Начнется у нас этот форум в 12 часов, все наши школы, детские сады и дополнительные образования расскажут о своей работе, у них будет у каждой презентация, и мы приглашаем родителей нашего города и района посетить этот социальный форум. То есть это впервые будет? Впервые. Вы знаете, у нас в том году Министерство Российской Федерации пригласило на подобные форумы на ВДНХ. Мы посмотрели, и вот полгода практически готовились к этому форуму. Мы хотим посмотреть, над чем мы работаем, какие мы задачи решаем и что у нас впереди. Вот такой у нас будет форум. Понятно. Хорошо. Сообщение полезное. А какие будут пожелания к нашим телезрителям, прежде чем мы попрощаемся? Ну вот прежде всего я хотела бы сказать и подготовку к новому учебному году, и те проблемы, которые мы решаем. И выразить огромнейшую благодарность главе нашего города Валерию Васильевичу Гаврилову. Валерию Васильевичу, от всех родителей, педагогов, детей низкий вам поклон. Я знаю, как непросто вот в нынешней ситуации было оказывать нам помощь. Спасибо вам огромное за то, что когда я обращаюсь к вам, обращаются руководители. Вы никогда нам не говорите нет. Всегда говорите, давайте подумаем, посмотрим и находите решение. Это первое. Второе. Я бы хотела поблагодарить всех педагогических коллективов нашего района. Вас, уважаемые родители, за ту огромную помощь, которую вы нам оказали в ходе подготовки к новому учебному году. Я знаю, что подавляющее большинство родителей – это наши единомышленники, наши союзники. Я знаю, что вы сейчас затратили немалые усилия, чтобы подготовить детей в школе. Я уверена, что 1 сентября все ребятишки идут с желанием, с настроением. Каждый хочет, чтобы все было хорошо. И наша задача учителей, и вас, чтобы вот эти настроения и мечтания детей обязательно осуществились. И еще дети уже возвращаются. Кто с дач, кто из поездок. Сейчас очень важно, чтобы мы еще раз вернулись к вопросам безопасности поведения детей на дорогах, в общественных местах. Это очень важно. И давайте с самого первого дня создадим такую обстановку в каждой нашей семье, чтобы ребенок понимал, его любят, о нем заботятся, ему помогают, снимают все напряжение. Мы, педагоги района, готовы к этой работе. Мы ждем ваших детей. Мы будем их учить, воспитывать и заботиться. Ну что ж, этими добрыми советами и пожеланиями мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была начальник управления и образования Дмитровского района Татьяна Юрьевна Доженко. Успехов в вашей своей профессиональной деятельности. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. И в следующий четверг гостем студии станет представитель Дмитровской территориальной избирательной комиссии Елена Борисовна Теллина. На сегодня все. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok